Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы проводим серию бесед, как бы ответ на вопросы, и называется Во свете Библии, вот у нас Библия перед нами, Столкованием святых отцов, в основном по блаженному феофилакту, открытым оком. Сегодня о пьянстве поговорить необходимо просто. Какие последствия от вина? Почему вводит иногда сухой закон? Выходит, при продаже он мокрый? Действительно так. Вот так в Тунисе, в Саудовской Аравии, алкогольные напитки называют шайтанией, бесовской кровью. И советские послы вспоминают, как сыновья шейхов выпивали у них за зашторенными окнами, с героической дрожью во всем теле, зная, что им за эту радость черного хода грозит обезглавливание. И даже на это шли. Газеты писали о голландском капитане при входе в порт Джигда, который не опечатал судовой буфет с вином, и зато поплатился высадкой на берег и тюрьмой. Корабль ушел без него. И как английский инженер, работавший по найму, на дому изготовил что-то с градусами. И суд определил ему два с половиной года тюрьмы, несколько тысяч пунктов стерлингов штрафа, и через каждые полгода на площади по 40 ударов палкой. Ну, наверное, он долго будет помнить это. Иногда пытается где-то продавать, не продавать. Такие законы, дума, принимают. Они ничего не дают закону. В какое время, до 16 лет, это никак не назовешь, как глупостью. С алкоголем покончить могут только мусульмане. Сегодня другой силы нет. Напился, обезглавили, и все, кончилось, пьяницы нигде нету. Поймали наркоманов, как в Китае, расстреляли. Я не сторонник от этого, я просто говорю. Я христианин, я знаю, как избавиться. Уверовать во Христа, чтобы Дух Святой руководил. И по заповедям Божьим будешь поступать. Многие сегодня даже не знают, как относится Библия к этому. Мы встречались, тут есть такой, как президент полкогольной компании. Его называют Жданов Владимир Георгиевич. Профессор, ахадем в городке. Он разъезжает по всем странам и далеко-далеко идет. Патриархия заказывала ему побеседовать со священниками, запившимися. А то он рассказывал. Я ему подарил свои некоторые книги. Но я говорю, ну а зачем вы это проповедуете-то? Если это без Бога-то. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Все. Зачем? А вот они не пьют, у них здоровый образ жизни. Ну хоть какой здоровый-то, умрешь. Ну Япония живет на 20 лет. Ну пускай на 200 лет. Но он все равно умрет. Кто делал революцию-то? Ни одного нигде нету. Ни одного нету человека. Ну что говоря, с Наполеоном воевал. Гренадеры. Ни одного нету. А с чем они туда предстанут на суд Божий? Конечно, если Бога нет, то рассуждать-то не о чем. А если весь мир приобретешь, а душе повредишь. Какой выкуп дашь за душу свою? Вот что говорит Библия. Повторяю, Библия, 77 книг. Еретики, сектанты, 11 книг. Их безумно, самовольно отбросили. У нас в Барнауле, тут был пресс-фитер у баптистов, Никонов, Алексей Дмитриевич. А мы ходили у них там, были на собраниях. И он эти книги вот так вот взял и вырвал. Вырвал и бросил на пол. А Маша Глушкова, Мария Никифоровна, она подобрала. А я переплетчик, реставратор. Я эти все переплет, я отдельно сделал. Я спрашивал неоднократно баптистов, хороших, трезвых. Скажите, а почему 11 некую? Нету. Так они же апокрифы. А что такое апокрифы? Это подделка. Это не апокрифы, они канонические. А причина не каноническая, потому что они не были найдены в оригинале на грейском языке. Другой причины вообще нету. А теперь и Сиарахова найдены, и главы Даниила отсутствующие. Но все больше и больше находится. Шестой том Иоанна Златоуста найден у армян, его нигде не было. Было 11 томов Златоуста творения, сейчас 12 томов. Много евреев не сохранили, многое умышленно уничтожили. Иеремия 36 глава. И что на это мы будем ссылаться? Что они не уничтожили свято? А что где-то отдельно сохранилось не свято? Работник, склонный к пьянству, придет в упадок. Вино и женщины развратят разумных. Гнили черви наследует его. Сиарахов 19.1.2 Когда называют цифры главу, это я беру по интернетной версии. А в книжной оно на одну главу меньше, может быть. Все вместе взятые школы и обучение профессии, не успевая делать того, что делает вино, дисквалифицируя, делая нищими. Вино испытывает в сердцах гордых пьянством. Против вина не показывает себя храбрым, ибо многих погубило вино. Вино полезно для жизни, если будешь пить его умеренно. Горез для души вино, когда пьют его много, при раздражении и ссоре. Излишнее употребление вина увеличивает ярость неразумного до преткновения, умоляя крепость его и причиняя раны. Сиарахов 31.29.35 Все, что отрицательное в вине, оно только усугубилось со столетиями. А что немного, вот так и было, и Христос воду превратил в вино. Но мы пришли к убеждению, что в рот вообще его брать не надо, не считая там причастия где. Не потому что грех, а потому что слишком много пьяниц. Я нахожусь в синоде. Сидим за столом, епископы сидят, митрополит. Но кто-то сказал им, что я не пью. Мне наливают вино, темно, бурое. И говорят, выпейте. Я говорю, я просто не пью. Нет, выпейте. Потому что против вас уже обвинение здесь высказывает. Если я считаю вино за грех, я к нему не прикоснусь. Я говорю, я не считаю. Просто я его пил когда-то, 50 лет назад. Я не хочу пить. Я не запивался. Но вкус вина я знаю. Я его выпил. Ничего там нет. Я говорю, у меня жена квас готовит крепше. Все, больше не пейте. Пьяниц у нас своих хватает. Вы просто даже, вы видели, он пьет. Он не против вина. Все. На этом все сказано. Это на соборах было так. Кто считал, что свинину есть нельзя, грех. Но они говорят, ну тошнит меня от нее. Она вредная. Тогда придумали кашу, риску, то варят на ней. И каждому епископу еще ложечки дать. На, поешь. Если не ешь, съешь одну-то. Докажи, что ты не против. Если ты воздерживаешься, то это хорошо, что ты не ешь. А если ты не ешь, потому что оттворение Божие нехорошо, предосудительно, то это бесовское учение. Как правило, у проповедующих винопитие, виной женщины идут всегда в одной упряжке. Большая досада, жена, преданная пьянству. И она не скроет своего срама. Серахов, 26.10. Отнюдь не сиди за вином с женой и замужнею, и не оставайся с нею на перу за вином, чтобы не склонилась к ней душа твоя, и чтобы ты не поползнулся духом в погибель. Серахов, 9.10.11. Вино и женщины развратят разумных, а связывающиеся с блудницами сделаются еще наглее. Серахов, 19.2. Дети голубого воскресения, говорят немцы, они наполняют дома для умалишенных, зачатые в пьяном виде. В Римской империи государственный закон под страхом смерти запрещал молодоженам до 30-летнего возраста употребление вина. В житиях святых, от 5 мая Ирина, мы считаем, как дьявол кричал, я друг пьяниц. Он друг пьяниц. И в Тихии, 6 апреля, истрелил прокаженного и дал наказ не пить вина, и будешь здоров. И вот когда заговоришь нынче о вреде пьянством, то знатоки Писания, не прочитавшие даже одной строчки из Библии, непременно скажут, но ведь сам-то Христос в воду превратил в вино на свадьбе. А Библию не знают, но друг от друга доберут. Но мало кто знает, что святой Епифаний имел дар превращать вино в воду. Епифаний, запомните. Если по церковным традициям сами пьяницы родные их, измучившиеся с ними, просят о своих молитвах обычных к святому Ванифатию, имеющему дар от Бога после своей смерти, помогать за поясом, освободиться от их беды, то к святому Епифанию нужно молиться о превращении винных рек в алкогольных берегах в обыкновенную воду. Это я уже сделал такую воду. Любую покупку человек таит, неся домой-то. Но если он же самый бедный, он купит какую-то червивку, сучок, он его несет, как дитя из роддома, на показ. Знай, какой кондракт богатый, все у меня есть, мне и помирать не нужно. А мечта номенклатуры не только иметь свой гарем, но и преисполниться дорогим вином. Премудрость Соломона, 2 глава, 7 стих. «Пиршествовать каждый день блистательно», Лука, 16 глава. «Некогда молодой и безмерно богатый премудрый царь Соломон решил познать истинные радости жизни на практике. Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое». И вот, это суета и томление духа. Ихристианство, 2 глава. Апостол Павел предупреждает всех любителей Бахуса. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство», то есть в нем блуд. Ефесянам, 5, 18. «Зная губительное действие пьянства, церковь на уровне соборов запретила священнослужителям даже входить в корчму». Кавычки. «Если кто из клира будет замечен в том, что ест в корчме, да отлучится, кроме случая, когда на пути по нужде в гостинице отдыхает». Апостольское правило, 54. «И только по великой нужде в пути для ночевки дозволялось войти туда». Кавычки. «А преданных вину священнослужителей должно извергать и сана, и мирян, и низшие клирики, да вот отлучены от церкви, ежем не пристанут от всего». Апостольское правило, 42-43. Почему они не выполняются? Ну, мы же православные. Книга правил. Повторяю, апостольское правило, 42-43. «В Ветхом Израиле был закон, по которому непокорных детей следовало наказать, приведя в судилище, и сказать, кавычки, «Всей сын наш буин и непокорен, не слушает слов наши, мод и пьяница. Тогда все жители города его пусть побьют камнями до смерти. Итак, истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Второзаконие 21, 20-21. Скажут жестокий век, жестокие нравы, просто не умели пить культурно. Но вот что говорят святые отцы об этом. Кавычки. Если выпито много вина, оно становится подобным мучителю, ворвавшемуся в крепость, который с высоты ее производит душе неумолкающей мятежи, не отказывая себе ни в каком беззаконном требовании, но прежде всего поработив рассудок, смешивает и приводит в расстройство весь сознательный строй жизни. Голос делает громким, возбуждает непристойный смех, опрометчивый гнев, необузданное вожделение, нистовую и бешеную страсть ко всякому беззаконному удовольствию. Пьянство – начало безбожие, ибо оно омрачает разум, которым обыкновенно наиболее познается Бог. Пьянство не дает места Господу, пьянство отгоняет Святого Духа. В душу оскверненную пьянством не войдут посты молитва. Пьянство – мать порока, противление добродетели. Оно делает мужественного робким, целомудренного походливым, не знает правды, отнимает благоразумие. Пьянство – это добровольно накликаемый бес, через сластолюбие, вторгающийся в душу. Василий Великий. Кавычки. Кто проводит время в пьянстве, разгуле, объедении, тот подпал жестокой власти дьявола. Пьянство – корень всех зол. Пьяница – живой мертвец. Пьянство – это падение, лишение оправдания, общий позор нашего рода. Главное зло пьянства в том, что он не делает для пьяниц недоступным небо и не позволяет достичь вечных благ. Так что вместе с позором на земле, страждущих этим недугом, и на небе ожидает тягчайшее наказание. Пьянство происходит не от вина, ибо вино создано Богом, но порочная воля производит пьянство. Иоанн Златоуст. Кавычки. Ежели кто не пьет из освященного чина, из духовенства, или миряне, не ради воздержания, а огнушаясь, тот да извержится из своего чина, из церкви. Апостольское правило 51-53. Вино надвое растворено, умному на веселье, дураку на погибель. Хотя вино как лекарство положено под церковному и монашескому уставу в воскресенье в субботние дни, иногда и в Великий пост. Но христовы подвижники не только не узлопотребляли такой возможностью, но и воды не пили до сыта. Вино питье первое праведным ноем привело к тому, что весь африканский континент до ныне пребывает в рабстве. Бытие 9 глава. Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте все пьющее вино. И Аиле 1.5 Пьяницы царствия Божия не наследуют. 1 Коринфянам 5.11 Пьяницы царствия Божия не наследуют. Вот что одно должно бы выбить из рук пьюших чашу с вином. В кавычки. Пьяные бывают хуже бесноватого. Все мы жалеем бесноватого. А на пьяницы негодуем и гневаемся. Почему? Потому что у того болезнь от дьявольской напасти. А у этого, у пьяницы от беспечности. У того от козни врагов. А у этого от козни собственных помыслов. Пьянство несчастье, над которым смеются. Болезнь, над которой издеваются. Произвольное беснование, которое хуже умопомешательства. Пьяница неприятен для друзей, смешон для врагов, презираем подчиненными, отвратительен для жены. Не сносен для всех. Особенно же тяжело то, что пьянство вполне, полное стольких зол и пороков, дающие столько несчастья, даже не считается у многих виной. Пьяный более жалок, чем мертвый. Мертвый бесчувственный, не может делать ни добра, ни зла. А пьяный способен делать зло. И зарыв душу, как в могиле, в плоти зла, умерщвляет свое тело. Даже удовольствием не может воспользоваться пьяница. Потому что удовольствие в умеренности, а в неумеренности бесчувственность. Пьянство всегда зло. Но особенно в святые праздники. Здесь вместе с грехом и величайшее оскорбление, и унижение божественных вещей. За это может быть и двойное наказание. Пьянство и само по себе может служить вместо всякого наказания. Наполняя душу смятением, исполняя ум мраком, делая пьяного пленником, подвергая бесчисленным болезням внутренним и внешним. Пьянство это многообразный и многоглавый зверь. Здесь вырастает у него блуд, там гнев, здесь тупость ума и сердца, а там постыдная любовь. Пьяница не может видеть царства небесного. И что я говорю царствия? Пьяница не видит и настоящих предметов. Пьянство превращает дни в ночи, свет во тьму. Пьяный глядя во все глаза не видит и того, что у него под ногами. Храм Божий это те, в ком обитает Дух Божий. Храмом идолов и дьявола являются те, которые оскверняют себя пьянством и невоздержанием. Христос хочет обитать у тебя, а ты попираешь его объединением и пьянством. Пьянство приводит к тому, что люди валяются в грязи, как свиньи в болоте, делая человека скотом. Пьяный человек способен на всякое зло, идет на всякие соблазны. Тот же, кто так его угостил, становится участником и всех его беззаконий. Поэтому, кто открывает дорогу к гибели, тот и этой гибели бывает виновен. Тихон Задонский Явол ничего так не любит, как роскошь и пьянство, поскольку никто так не исполняет его воли, как пьяница. Златоуст По толкованию Священного Писания святыми отцами находим, что вино означает строгость, обличение и наказание. Вино употребляется как лекарство. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради немощи твоего желудка и частых недугов твоих. 1 Тимофея 5.23 То есть лекарство. А тут получается здоровье потерял через вино. У пьяного все идет верхом, ртом и низом. Ян Златоуст Вот описание состояния пьяницы. Это как будто даже не 300 тысяч лет позади, а современный вытрезвитель. Дал такую характеристику. Кавычки Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры, водки, и до позднего вечера разгорячают себя вином. Исаия 5.11 У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза. У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскать вина приправленного. Это разные настойки, коньяки. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаши, как ухаживается ровно. Впоследствии, как змея, оно укусит и ужалит, как аспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачте, и скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. Притча 23.29.35 Алкозависимость в таком положении свыше 70% населения бывшего Советского Союза. Привыкший пить вино, отвыкает думать, теряет смысл жизни, прячется за винные опоры и смотрит на мир одним глазом через горлышко бутылки. Отравить разум, отключиться, не думать, не знать, что готовит тебя, постылившая жизнь. Здесь вино выступает, как палач, завязывающий глаза, выносящий приговор, отсекающий голову разум. Вино, говорит мудрец, делает беззаконного ходячим, слепого зрячим, нищего богатым. Спрашивает, а как это может быть? А вот так. Сидит нищий, без ноги и слепой. Мы решили им дать вина и наблюдает. Выпили они слепой и говорит, какое это вино красное хорошее. А без ноги говорит, перестань, как дам ногой, так и помрешь. А у кого ни копейки нет, это рабовладельческий строй, убей его, я заплачу за него. Что оно делает? Дело это абсолютно безумным. Малые дети пьют, глядя на родителей. Ну а можно ли, спрашиваю сегодня, отстать от этого? Невозможно. И борьба ни к чему не приводит, только новые паразиты на это нацепляются. Мне приходилось с этими пьяными семьями быть и жить. Выхода никакого нет, только одно. Если Господь будет впущен в их жизни. Вот пример. Я на работе, и один из сотрудников бухгалтерских, я сторожу. Идет, и гляжу, несет бутылку водки. Ну я подозвал, думаю, да, я один раз с ним побеседую. Стали беседовать, он закурил, он курит. Я стал говорить о вреде табака, как перед Богом. Он на меня так удивленно посмотрел, вытащил пачку, порвал и бросил. Я дальше принялся говорить о водке, о вине, какое зло приносит что. Он опять смотрит такими глазами, а столб стоит, он размахнулся по столбу, когда бутылка разлетелась. Но это не всегда так бывает. Бывает так, что тебя бутылкой даже он ударит. Он что угодно за это отдаст. А сколько отравленных, сколько погибших. Я таким говорю, тебе что нравится, вот когда ты шатаешься. Молчи. Ну другого-то ты знаешь не будет. Ну ты один раз накопи деньги. Там машищок тебе что подрезал, вестибулярный аппарат. Ну и будешь все время шатать. Он серьезно там все слышит. Никуда не годится. Ну Евсен же этим занимался. Правитель в стране. Да я думаю, в доброй стране его казнили просто и все. А тут доверили. Все, пожалуйста, разрушай, бей. Почему? Мы достойны этого. Не надо ни на кого роптать. А вот вино там запретить, это ничего не дает. Потому что мы же не мусульмане. Резать голову нам никто не будет. Выход только один. Прийти ко Христу. А я уверен, мне оно не надо. Вот я бороду не врею. Я ни в одну парикмахерскую не еду. Жены наши волосы не накручивать, не стригут. Вот все бы так поступили в течение года. Все парикмахерские закрыты. Вот у нас в общине это сухой закон. Не потому что греха, а потому что это хорошо не пить. Вот все бы так поступили, как в нашей крестовозвиженской общине православной города Барнаула. Винные заводы, все прахом. Но никто не берет, ни один. Вот называют маленькие такие киоски, комки. Во времен перестройки появляются. Я лично еще ни разу ни к одному не подходил. А зачем? Там везде отрава. Просто надо научиться жить скромно. Но если вот настаивать. Ну у нас был такой милиционер в деревне. Один корешок хрена и три литра спирта настаивает. Ну где сгорел и все кончилось. Инфаркт, темечка, инсульт. Верить надо в Бога, довериться Богу. Вот эти спиртовые настойки, может где-то кому-то и полезны. Но я считаю, что вполне можно обойтись без этого. Самое лучшее лекарство естественно. Вот у меня тертая морковь. Я провел за изданием книг, вот 38 книг, которые Господь позволил мне издать. Это не 2, не 3, а 38. 38. Вот я даже покажу, как они выглядят открытым оком. Видите, они все разного цвета. Зеленый, это разобранный Коран мусульманский. До одной суры и аятов в сравнении с Библией. До одной. Вот такая была проделана работа. Надо просто поверить. И Господь поможет. Я касался неоднократно этой темы, которую мне задавали в университетах. Там милиция, люди, которые запились. Ну и какой результат? Результат Бог знает. Я никогда не гонялся за результатами. Освободившись, будучи реабилитирован, я добился разрешения сотрудничать с местным СИЗО, следственный изолятор. 17 лет. И за 17 лет ни один не стал членом церкви. Ни одного. Священник пошел туда один день. Пошел, 470 обратил. То есть любого. Им бы лишь бы из камеры выдраться. Почему? Они курят. Как его крестить такого? Ну а другой наркоман, какой был, такой и остался. С такими людьми нужно работать. Работать очень серьезно и крепко. Господи, избави нас от пьянства, чтобы в трезвости служить Тебе всеми талантами, какие Ты нам дал. Тебе, Господи, слава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok